Уважаемые подписчики, зрители моего канала, всем добрый день, всем тем, кто кушает, приятного аппетита. Сегодня у нас будет автоматическое нарезание резьбы на токарном станке Waysan. Я вам покажу, как это сделать и в чем его преимущество. Нам надо сделать настройки электронной гитары. Сначала мы выбираем то, чем мы будем пользоваться. Нам нужно точение. Это у нас подача, это ручное передвижение какое-то, это градусы. Вот нарезание резьбы, трет-тюнинг. Нажимаем функции, заходим. Резьба у нас будет метрическая, шаг 1.25. Расстояние, которое нам надо нарезать, у меня будет 30 мм. Вот ровно 30 мм. Принять. Резьба правая. Старт автоматически будем ставить у меня. Есть автостарт, то есть он сразу же будет стартовать, а у меня будет старт с задержкой. Хорошо. Возвращение у меня тоже будет с задержкой. Принять. Время задержки 0.6 секунд, потому что я токар еще не особо опытный. И нажимаем кнопку принять. Все, у нас все настройки сохранились. Сейчас он нам будет знать. Здесь мы выставили у нас, откуда он будет стартовать и 30 мм резать. Здесь у нас маточная гайка зажата. Здесь по нулям у меня вроде бы как выставлено. Еще раз пройдем. Будет у нас этот пробный проход. И теперь нам надо сделать расчеты. Здесь у нас шаг резьбы, а здесь количество проходов и что пройти. Вот у нас 1.25 будет. Первый проход 0.25, следующий 0.19. Бла-бла-бла-бла. Это нам все надо пройти. Все приготовили. Сейчас будем проходить пробный проход. Все, время у нас идет, пикает. Сейчас у нас первый проход будет 0.25. Согласно таблице. Первый проход прошла. Возвращаем его за пределы. Следующий проход у нас будет 0.19. Итого 0.44. Масло добавим. Так, следующий проход еще плюс 0.14. Так, один, второй. Это 0.58. Сейчас будет 0.12 проход. Так, это у нас был 0.7 будет проход. Так, был у нас 0.7. Это 0.8 у нас проход. Сейчас получается. Так, что я стою-то? И 0.86 сейчас один проход у нас должен быть. И резьба должна быть в норме. Так, 0.86. Нам придется еще один раз пройти на 0.86, потому что у нас вал тонкий, отгибает его. Ну, то есть, вообще, по-нормальному она уже, в принципе, должна сейчас работать. Но я еще пройду. Ну, вроде как все. Все, выключаем. Маленечко грязногостая резьба. Ну, и не до конца она прорезанная. Нам надо будет еще сейчас раз ее пройти. А вообще, в принципе, можно лиркой сейчас пройти и все. Так, что я вижу, что я вижу, а я вижу, что у нас, что у нас отломан зубец. Ничего страшного. Хорошо, что эти резьбы нарезные у нас с тремя этими вершинами. Можно по три раза прорезать. Да, скололся зубчик один. Сейчас еще на 0.86 пройдем, но я пока не представляю, как это будет происходить у нас. Ладно, на 0.7 еще пройду. Да, получается, у нас просто зуб отломило. И сразу же на 0.86. Придется еще раз на 0.86 ехать. Можно посчитать, что нарезана резьба у нас. Если бы зуб не отломило, то все было бы идеально с первого раза. Ну, стандартный люфт есть. Накручивается легко и просто. Я даже считаю, что это минимальный люфт. Вот теперь, ради интереса, ну, гайка накручивается 100%, резьба уже нарезана. Что-то даже еще снимало. Но в любом случае гайка у нас накрутилась с первого раза. Переключаем вращение. Что она там резала, я не знаю. Что-то, видимо, калибровало. Но что-то почистило она. Теперь гайку накрутим. Идеально. Как здесь у нас рассказано, раз, два, три, четыре, пять, шесть. За шесть проходов мы не справились, потому что у нас отломанный зуб был. Но, в принципе, на каком-то там седьмом или восьмом проходе все было отлично. Так выглядит наша резьба. Нарезана автоматически. Автоматически способом у нас танки Waysan RC210E800. Спасибо ребятам с компании WM210, которые мне его поставили. На этом наше видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите по ссылкам. До новых встреч и новых видео. Тем, кто, может быть, что-то скажет, правильно или неправильно, напишите в комментариях.